Ребятки, привет! Письмо моё готово. Я сегодня буду отправлять ПВД АК. Я такая счастливая, ну то есть в предвкушении того, что может быть мне придёт хороший положительный результат. И мне оплатят полностью мою операцию. Ещё сегодня такой важный день для меня. Я иду к врачу в 3 часа дня, сейчас утро. И буду встречаться с хирургом, который проверит меня, первый раз посмотрит. Я ещё с хирургом не встречалась. И скажет мне последующие его мысли и действия, которые он будет со мной воспроизводить. Мне очень боязно туда ходить. Вы знаете, у меня вот такие двухъякие эмоции. С одной стороны, я очень хочу посмотреть, как повлиял таксол на мою терапию. А с другой стороны, я очень сильно боюсь, потому что я не знаю, если я вам говорила. Но 23 февраля я делала повторное МРТ. Первое МРТ груди я делала 20 октября. А повторное уже МРТ груди я делала 23 февраля. Так вот, в феврале МРТ показал, что первые 4 химиотерапии, первые токсичные, красные, самые тяжёлые, самые, те, которые переносятся тяжелее всего, они, к сожалению, в моём случае не имели никакого эффекта на мою опухоль. Она не спала, она не уменьшилась в размерах. Если первоначально на УЗИ за день до МРТ меня мой врач-мамолог обрадовала и сказала, что у меня мои лимфоузлы намного лучше выглядят, то в принципе на МРТ мне сказали, что лимфоузлы выглядят так же, как и 20 октября. Так что пока я не встречалась. Вот такая интересная ситуация у меня получается у нас в Румынии или Молдавии, я думаю, что и в России тоже, когда делаешь себе МРТ, сразу через 20 минут выходит врач и тебе объясняет, и консультирует тебя, и рассказывает тебе всё, что он увидел у тебя в этих снимках. Здесь, в Германии, чуть-чуть по-другому. Я сделала МРТ 23 февраля, но только сегодня, 26 марта, мне озвучат то, что написано у меня в МРТ. Мне, в принципе, пришло письмо домой с заключением, но всё на немецком, я как бы перевела, но с врачом я ещё не встречалась, то есть я ещё ни с кем не говорила. И сейчас врач на основе МРТ, на основе этого уже месяца, прошёл месяц, сегодня опять сделает мне УЗИ и скажет мне, как сейчас влияет таксон на мою опухоль. Тогда, сразу после МРТ на второй день, потому что я была очень напугана, мы позвонили врачу и попросили о досрочной консультации, но она мне объяснила, что медикаменты по-любому препарат мне менять не будут. Почему? Потому что МРТ мне сделали после 4-х токсичной химиотерапии, повторяюсь, а уже надо было начинать терапию с таксолом, с поклитаксолом, то есть мне уже по-любому получается, что препарат поменяли, поэтому меня оставили пройти хотя бы 4-5 недель, 4-5 вливаний таксолом, и только сейчас, сегодня, в этом грандиозном дне будут решать, будут ли мне что-то добавлять к моей терапии или оставить же таксол. Так на ощупь я не могу почувствовать, уменьшилась опухоль или не уменьшилась. По моим ощущениям, она такого же размера, как и в самом начале, но как-то я помню, была у неё, и она мне сказала такую фразу, что опухоль, в принципе, не меряется так на ощупь, потому что она может быть на ощупь такая же, как и в начале, но когда мы смотрим по УЗИ, внутри она намного меньше, или лимфоузлы тоже, они же на ощупь не чувствуются, когда по УЗИ уже видно, они уменьшились или увеличились. Так что сегодня ждите от меня результатов, я так хочу услышать это заветное слово, что динамика у меня положительная, потому что в прошлый раз была отрицательная. Хотя если сейчас самой себя успокаивать, то я вам объясню одну вещь, ту, которую я не обсуждала со своим лечащим врачом. То есть мои лечащие врачи ориентировались по МРТ, который я делала 20 октября, и уже второстепенная проверка была 23 февраля. Но лечение, само лечение, первое вливание химозы, я начала только 30 ноября, то есть прошел месяц и 10 дней, почти полтора месяца, потому что в Румынии я не смогла в тот же день, когда я прошла все анализы, начать химиотерапию, логично, да, я еще ходила по врачам, потом произошла вся моя история с гепатитом, мое решение приехать в Германию, сюда, когда мы приехали, вы тоже знаете, что я чуть-чуть времени потеряла, и саму химиотерапию я начала только 30 октября. То есть опухоль 30 октября у меня никак не могла быть такого же размера, как 20... 30 ноября, 30 ноября, я извиняюсь, то есть моя опухоль 30 ноября не могла быть такого же размера, какой она была 20 октября, когда я сделала свой МРТ груди. Так что я чуть-чуть так себя на минуточку успокаиваю, надеюсь все-таки на то, что все-таки динамика, по крайней мере, стабильная, не отрицательная, а стабильная. Ну, вот так вот я живу. Беру только позитивные части и совершенно не хочу задумываться о плохом, потому что это портит мне настроение. Я начинаю депрессовать, депрессуха на меня. Ну, знаете, вот депрессия у меня максимум один день. На второй день у меня все хорошо. Я начинаю включать свой мозг, начинаю думать позитивно, и у меня все получается. Еще такая фишка. Я уже 4 дня от оксанов совершенно практически не сплю. Я сплю 2 часа максимум в сутки. Если я не засыпаю до 12 часов, я уже не могу уснуть до 4-5 утра. И в основном у меня вот в эти предыдущие 4 дня мне надо было куда-то идти и просыпаться утром в 8 часов, быть в каком-то назначенном месте, в какое-то назначенное время. Поэтому мне надо было просыпаться всегда в 6 часов утра. И утром, может быть, бы мне было... Я утром намного лучше сплю, чем ночью. И утром, наверное, я бы спала, но мне приходилось просыпаться. Так вот, вчера было воскресенье, я продрыхала полностью весь день. Я просыпалась только выпить водички, чуть-чуть перекусить, но толком я не ела. Я была одна дома, сын был в городе, муж в Румынии, дочка тоже в Румынии. Так что я одна одинешенка, пила только водичку, чаек, что-нибудь там, какой-то там хлебушек с помидоркой поела и обратно легла. Сегодня я проснулась в 10 часов утра, мне только в 3 на Деттик-Бричутель. Так что я очень рада, что я в конце концов выспалась. И вы напишите, пожалуйста, в комментариях, есть ли у вас такая побочка токсанов, а именно, что вы плохо спите. И еще очень-очень сильно, иногда под вечер, болят мышцы или кости. Я не могу определить свою боль. У меня болят лопатки, спина. У меня такая боль, интересно, что я иногда не могу понять. Может быть, у меня легкие болят, сразу мысли негативные, может быть, какие-то там метастазики. Ну, конечно, это не так, да, но будучи онкобольным, всегда хочется думать, потому что плохие чакры этого мира заставляют тебя негативно думать. Поэтому сразу мысли о плохом. Но я пытаюсь сфокусировать свои мысли на положительный лад и думаю, что эти боли даже хороший признак, потому что как-то один врач мне сказал, что если у вас болит опухоль, а у меня болит и опухоль, у меня болит грудь, у меня болит полностью левая рука, вот здесь и вот здесь. И еще у меня иногда в подмышке болит аксила подмышки. Ну, вы поняли, да, у меня болит. И также, когда у меня первый раз заболело, я позвонила врачу и сказала, что у меня болит подмышкой, значит, у меня там нелады с химиотерапией, давайте меняйте мне. И она мне сказала, что это хороший признак, значит, опухоль отвечает на лечение. Так что сейчас, даже когда у меня болит, я говорю, ес, пускай болит больше и сильнее. Я все вытерплю. Главное вылечиться, быть здоровой, быть позитивной и доказать вам всем, что рак-дурак лечится. Привет, ребятки! Это было лирическое вступление из разряда «Когда не знаешь, что делать, делай, как я, и тебе станет легче». Да, сходила я к врачу и, как говорится, в Румынию пошла корова и вернулась быком. Почему? Потому что много информации я от этого визита не получила. Еще утречком, когда мы сидели, чаевничали со своей знакомой, которая должна была со мной пойти для того, чтобы помочь мне с переводом, я как-то задала ей вопрос «Дорогая моя Николя, а как ты думаешь, вот у врача-хирурга может быть развито чувство эстетического вкуса?» Но она мне, конечно же, не смогла ответить на этот вопрос, потому что логически, если сидеть вот сейчас порассуждать, врачи, онкологи, хирурги, они же больше ездят по семинарам, учат всякие новые штучки из разряда новых технологий, разработок по борьбе с раком. А я хотела для себя узнать, если хирург имеет чувство вкуса, если он поймет, как правильно мне сконструировать мою грудь так, чтобы она не выглядела ни вульгарно, и не было ей размера минус один, и не плюс пять, а так, чтобы это было абсолютно естественно и натурально в итоге. Ну, конечно же, посидели мы, поболтали, а ответа на свой вопрос я, конечно же, не нашла, и выходим мы из дома и слушаем, что дальше происходит. Встречаем мы такого нашего местного дедушку. Дедушка коренной немец, хорошей пенсии, которая постоянно виснет в нашей джилатерии, которая находится напротив. В кафешке целый день коктейльчики попивает, газетку читает. Ну, вольяжно-то, приживает свои последние года, так сказать. И моя Николь мне сказала, ты знаешь, если твой врач-хирург такого же возраста, как наш дедушка, навряд ли его чувство вкуса совпадает с твоим чувством вкусом. Я тут, конечно же, так рассмеялась, потому что наш дедушка очень фактурный. Ну, на нем и зимой, и летом тот же самый прикид. Вот такая вот куртка, желтая спецовка, в которой он ходит постоянно и в жару, и в холод. А на голове вот такой вот одуванчик, такая необъятная, как Советский Союз, шевелюра. А сверху вот такая вот шапочка, гантунка, ну, знаете все, которую он вот там вот носит просто на макушке. И мы так засмеялись и подумали, действительно, мы же идем в клинику, в принципе, на свидание вслепую, потому что мой врач-онколог и... а она же и мамолог сказала мне в прошлый раз на моем последнем визите, что она пригласит ко мне хирурга. А кого она ко мне пригласит, я не знала. Я прочитала на сайте клиники Рехдеризор, что у них в клинике есть в нашем отделении, там, где я лечусь, есть четыре врача-хирурга. А кто из них придет на консультацию, я, само собой, не знала. Ну, короче, приезжаем мы в больницу, заходим мы в кабинет. Моя врач-мамолог представляет мне моего хирурга и успешно смывается оттуда. То есть всю консультацию, последние пятнадцать... последующие пятнадцать минут я провела со своим хирургом и его медсестрой, со своей переводчицей. Ну, так вот, стоит тут такой альфа-самец, мужчина, лет сорока пяти, с таким котячим взглядом смотрит на нас, оценивающим и на меня, и на мою коллегу. И тогда-то я поняла, это он. Вот он-то мне сделает конкретные классные сисяндры, потому что он-то сто процентов ловит эту фишку сексапилии. Если вы понимаете, о чем я говорю. Ну, короче, положил он меня на кушетку, сказал мне раздеться, а сам продолжает разговаривать с моей коллегой. Я тут уже вся жду, что будет дальше. Сердечко-то колотится, информацию-то хочется получить. Ну, приходит он, ко мне подходит, смотрит сюда, понимаешь? Ну, знаете, как смотрит, знаешь, вот таким вот взглядом профессионала, который хочет плохой материал превратить в хороший материал, понимаешь? И говорит мне, мы, значит, тебе делаем вот так. Берем твою левую грудь, режем, шов будет под грудью, поднимаем твою всю шкурку, сохраняем эту кожу вместе с соском, оттуда, изнутри, вышкрябываем все твое плохое мясце и туда захринячиваем силикон и зашиваем. В принципе, у тебя шов будет только внизу, вот здесь вот под грудью. И еще будет один маленький шов в аксиле, там, где мы будем удалять твои лимфоузлы. Я говорю, окей, я согласна, но я хочу две груди. И тогда он меня абсолютно даже не спрашивал, кто будет платить за операцию и опокрывает ли тебе медицинская страховка стоимость этой операции силикона. Абсолютно ничего. Парень мне сказал, приходи ко мне в следующий раз с моделью груди, которую ты хочешь, подумай над тем, какой объем ты хочешь, какую форму ты хочешь, если хочешь ли ты что-то изменить в своем соске. Вы представляете себе, какой сервис. Я давно хотела кое-что изменить у себя в соске, но я думала, что эта миссия невыполнимая, конечно же, мне уже 36 лет, и нафиг оно мне надо, по идее. Ну, короче, до этой части, в принципе, разговор слаживался суперпозитивно, и если аксироваться именно на эту часть моего визита, я получила в каком-то смысле удовольствие, что я туда сходила, я его узнала, я уже более спокойно могу спать до мая или июня, когда произойдет моя операция. Дальше он начал контроль УЗИ, и тут-то, конечно, облом. Моя опухоль такого же размера, как и 25 октября, 20 октября. То есть, если посчитать, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. Пять месяцев моя опухоль в стендбайе. То есть, она там законсервирована, она не растет, но она и не уменьшается. И тогда он так скривился, говорит, блин, к сожалению, она такого же размера. И тут, естественно же, напрашивается вопрос, а что же делать? Давайте менять что-нибудь в терапии. Ну, он мне сказал вытереть все эти сопельки, весь этот гель. Говорит, присаживайся, сейчас поговорим. Говорит, ты знаешь, вообще тот факт, что опухоль не уменьшается, это может быть признак плохой, а может быть признак хороший. В большинстве случаев это, конечно же, плохой признак. Это значит, что твой рак не отвечает на это лечение, которое мы тебе даем. Но в твоем случае, я думаю, я думаю, то есть, он не уверен, но он думает, что твой вид рака, он не такой агрессивный, как другие. В принципе, у тебя рецептор прогестерон и рецептор эстроген 100 из 100. По-моему, эстроген 98 из 100. И я думаю, что твои эстрогены и прогестероны, гормоны работают очень хорошо, поэтому это может быть хороший признак. Во всяком случае, вот это слово в слово из того, что мне перевела, мне перевела моя переводчица. Что это такое? Я, конечно, в таком тумане пришла домой и думаю, где искать информацию, у кого спрашивать, у кого была такая же ситуация. То есть, он меня, с одной стороны, как бы чуть-чуть успокоил, но сам в неуверенности. Но сказал, что в твоем случае будем капать еще 9 недель подряд таксу. То есть, он мне ничего не менял, ничего не добавлял в мою химиотерапию. Дальше, еще я себе приготовила несколько вопросов, о которых я хотела с ним поговорить. И я эту информацию хочу донести вам. Значит, пункт первый. Не влияют ли лучи на имплант, на силикон? Это была моя проблема номер один. И он сказал, нет, нет, и еще один раз нет. Хотя в Румынии и в Молдавии врачи говорят, что влияет, во-первых, портится силикон. И пункт Б, то, что меня очень сильно волновало, что может быть через силикон эти лучи не проникают к моей ранке, к месту, там, где была у меня опухоль, и тем самым они не работают, то есть, я их зря делаю. И это меня очень сильно волновало. И именно поэтому, в самом начале я хотела делать реконструкцию только через 3-4-5 лет. И ни в коем случае не сейчас я хотела убить свой рак. Сейчас, в начале своего пути, и не проснуться через несколько лет, что он где-нибудь, не дай бог, опять появился. Но он меня уверяет в том, что лучи, по крайней мере, те, которые есть у него в больнице, никак не влияют на мой силикон. Пункт 2. Мне очень было интересно, если можно пользоваться дезодорантом или антиперспирантом. Потому что говорят, что нельзя пользоваться антиперспирантом, а тем более тем, которые содержат алюминий. И с тех пор, как я заболела, я полностью исключила все шпрей, все роликовые дезодоранты из своей рутины. Я их не использую. Купила себе один от Вилета. тот, который не содержит алюминий. И пользуюсь только им. И иногда, только когда я куда-то хожу по случаю. А так дома я стараюсь не пользоваться. Я где-то услышала это в интернете. И это действительно так. Вы знаете, если перестаешь им пользоваться, то в принципе в нем нет и необходимости, неприятного запаха и не появляется. Может быть неделю, две, три, пока твой организм привыкает, а потом в принципе он мне не нужен. Только иногда, когда ты переживаешь, все равно хочется, ты куда-то идешь, хочется иметь какую-то протекцию, хочется иметь с собой что-то, в чем, чтобы ты, чтобы ты, как женщина, была уверена, что у тебя все нормально, ничего нигде не пахнет, и все чистенько, и все здорово. дезодорантом. я себе купила тот дезодорант, но он меня уверяет, что я могу без проблем пользоваться дезодорантом и даже не заморачиваться на том, содержит он алюминий или не содержит. Дальше, что меня еще интересовало, дайте вспомнить, меня интересовало, буду ли я принимать таблетки впоследствии, и он мне сказал, что да, буду принимать еще пять лет одну таблеточку в каждый день, и еще одна фишка, у меня, я вам уже по-моему рассказывала, что у меня болит грудь и рука и лопатка, и хотела и у него спросить насчет этого, для того, чтобы на сто процентов застраховаться, что то, что я чувствую, это хорошо или плохо, и он меня и в этом в принципе успокоил, сказав, что это хорошо, когда болит опухоль, и когда болит рука, и когда в подмышке болит, потому что это значит, что опухоль отвечает на терапию. Ну, это примерно все, о чем мы поговорили. Я вернулась домой, сидела и думала, блин, ну, что делать, ну, вот, пять месяцев, и у меня ничего не происходит. Конечно, девчонки, которые оперируются до операции, они, наверное, как-то не задумываются об этом, вот они проходят химиотерапию и проходят, а мы, те девчонки, которые ждем, чтобы у нас уменьшилась опухоль, все-таки нам хочется результата, потому что нам кажется, что если нет результата в измерениях, если опухоль не уменьшилась, значит, у нас нет шанса на выздоровление или, по крайней мере, что-то идет не так. А оказывается, непонятно. В принципе, с одной стороны, если так подумать, что у меня будут делать, мне будут делать мастектомию и будут из-под кожи вытаскивать все мясо, в принципе, если так, ну, ну, так, знаете, вот подумать, что там 6 сантиметров, что там 4 сантиметра, это по-любому уберут. Но очень и очень обидно то, что у меня лимфоузлы совершенно не уменьшились, они остались такого же размера, как в самом начале. Хотя, самое интересное, это то, что я чувствовала у меня вот здесь вот один лимфоузел, который был достаточно большого размера, с горошину, ну, не фасолевую горошину, а вот горошинку маленькую. И сейчас его нету. То ли я тогда была и простужена, это было совершенно, это был не лимфоузел, может быть, но его сейчас нету. лимфоузел, но в результате того, что мне сказал врач, у меня лимфоузлы такого же размера, как в самом начале. я села, заварила себе кружку чая, гимбирного, и сижу, думаю, вот что делать? Вот плакать или радоваться? И тут-то я решила прочитать интернет, посмотреть новости, потому что два дня я совершенно оторвалась от реалии, в воскресенье я целый день проспала, и день и ночь, а уже в понедельник, вот до вечера, ходила по своим делам, по своим врачам и совершенно не читала интернет. И тут, когда я открыла интернет и услышала, что в мире творится, я подумала, Каролина, очнись, это меня так взбудоражило. Да, у меня рак. Это сложно и грустно, но это всего лишь черная полоса в моей жизни. В моем теле поселился монстр, но у меня есть время для того, чтобы бороться со своим врагом. Это печально, грустно и досадно. Но это не катастрофа и тем более не трагедия. Катастрофа – это когда не срабатывают сплинкеры в горящем помещении, это когда не срабатывает пожарная сигнализация. Катастрофа – это зажратые морды буржуев, которые дают взятки, чтобы не проверяли и не находили пробелы и ошибки по технике безопасности компетентным лицам, которых в свое время направили к ним бюрократы-чиновники, которые закрывают глаза на слабые звенья в протоколе безопасности и даже не побоюсь этого слова, приветствуют их, потому что там, где все по правилам, там бабки не дают. А трагедия? Трагедия – это чувство родителей, смотрящих на бетонную коробку без окон, в которой горят их дети. И все. Вот,